Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте в эфире дежурный по городу. Карла Маркса 217 засорившейся канализацией доставляет серьезные неудобства жильцам дома уже три недели. Вот здесь все уже залито водой и у нас вода, унитазов уже наполняется, с ванной мыться нельзя, но если откроешь ванну, из ванной стоит, везде вода стоит, во всех квартирах. Вот этот запах, вот эти все фекалии идут под пол. Звонила советскому администратору дежурный, он пообещал, что приедут, устранят. Но в АЭФА что они приехали. Потом я позвонила к вам в СКАТ. К помощи у кого еще просить? Задыхаемся. Вот так мы живем. Мы никому не нужны. То нас туда кинут, то сюда кинут. Вот даже обратиться, вот ребенок чуть ног не сломал, вот доски уже гниют. Некуда нам обращаться. Это уже три недели. Карл Маркса 408Б. Между несколькими многоэтажками находится озеро. Жильцы домов просят очистить его от мусора. Нам очень жалко его, потому что оно грязное. Очень много мусора, его не убирают. То есть хозяина у этого озера нету. К нам прилетают утки, вывелись утята, они плавают в этом грязи. Рядом с этим озером есть мусорки, которые тоже никогда убирают, но очень редко. И весь этот мусор тоже летит в озеро. Службам нужно найти хозяина этого озера, кто мог бы помочь очистить его, потому что мы не можем залезть в это озеро и, соответственно, очистить его. И убирать мусорки, которые прилегают к этому озеру. Нам же, жителям, конечно, нужно не мусорить и соблюдать чистоту. Как бы здесь, около площадки, видно, что здесь все убирают. Мы как бы следим за этим. Ну а здесь мы просим помощи. В этом озере есть родники, откуда пополняется это озеро. Соответственно, они тоже все засорены. И озеро пересыхает к сентябрю месяце. Там рыбки плавают, все это погибает. Просим помощи, помочь нашему озеру. В последний раз очищали его в сентябре, перед выборами. То есть его регулярно очищают перед какими-то массовыми выборами. Что в сентябре, да, это все сделало очень хорошо. Приезжала машина, здесь все вырубили, почистили, там, несколько машин мусора увезли. Будем ждать следующих выборов. Наверное, только от выборов до выборов у нас будут происходить такие мероприятия. Конечно, хотелось, чтобы это происходило почаще, потому что здесь очень много детей гуляет. У нас очень хорошая площадка, и ни машин нету рядом, и озеро, и уточки. И хотелось, чтобы наши дети видели чистое место и знали, как должно быть. Озеро мы свое очень любим. Мы сюда часто ходим отдыхать, хотя мы здесь рядышком не живем. Специально ходим сюда отдыхать. Я постоянно с внучкой прихожу сюда. Здесь и песочек хороший, и площадка хорошая. Уточек кормим. И нам очень жалко смотреть, как все это гибнет. Одно время здесь взялись, деревья попилили сухостой. Мы так радовались, что наконец-то нашелся хозяин, кто будет за этим озером ухаживать. И со своей стороны мы, конечно, все силы должны приложить, чтобы самим не безобразничать. Но здесь очень много отдыхающих. В выходные дни здесь и пикники устраивают. И очень обидно смотреть, когда после застольев кострищи оставляют, и мусор оставляют после себя. И неприятно. Дети, даже школьники приходят сюда. Вот субботники были, школьники приходят, убирают озеро. Но взрослому-то вообще негоже так себя вести. Так что я очень хочу, чтобы... Да вообще не только я, но все мы хотим, чтобы наше озеро нашло своего хозяина, кто-то на нем взял шефство. А мы с твоей стороны поможем. И администрация района, и администрация города. Пожалуйста, примите все к сведению и помогите нам. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин